доброго дня любви хлопчики девчатка всем привет друзья видео конечно будет на русском языке потому что я друзья с америке смотрят они знают украинский язык поэтому но поговорим друзья политики я не снимал целый год больше видео на свой youtube причины еще для этого не исчезли к сожалению мои друзья знают мы боремся надеемся сейчас я нахожусь нахожусь да надо громче говорить этот мир нахожусь я винницкой области на здесь ставочки плавают лебеди немножко позволят мне мои нервы подлечить увидев такую красивую природу вот я сейчас приближу друзья как могу на телефоне вот они видите красавцы я не монтирую видео я как всегда вы знаете снимаю впрямую потому что мне не на чем монтировать а на телефоне так пока не учился даже не знаю возможно это или нет я думаю вы меня простите за это здесь тоже с этой стороны находится второй столок сюда люди приходят на рыбалку вот здесь вот там вот видите деревья сейчас опять приближу эта дорога выводит влево если идти она выведет на дорогу которая идет в сторону львова а если туда через бугор то влево дорога ну мы как бы вот так вот по кругу и она туда то на винницу и так далее налево на киев там дорога вот киев у нас тут в эту сторону где-то примерно ну здесь рядышком лес находится кусочки такие кластеры я жил раньше вот в этом же селе в ту сторону прямо здесь и так вот здесь уже вот в левую сторону это уже соседнее село а в это то где я живу вот туда там что я хочу сказать друзья идет война уже больше года погибли наших ребят десятки тысяч к сожалению недавно погиб парень буквально вчера по моему маджахет кличка сам он с беларуси почему маджахет мусульмане ну наши любят хейтить часто на видео снимают немецкие марши чтобы подразить под музыку немецких маршев чтобы подразнить россиян у каких россиян московиты правильно говорить потому что кто знает историю все это украдено петром первым но это как-то в красу я думаю все знают все знают историю не нужно повторять все надеюсь знает про историю путлера который был бандитом как он к собчаку попал я думаю все это можно узнать все это есть на тик токах и везде можно послушать мы поговорим о том что реально происходило мой один знакомый который береген сказ остался говорит в буче это специально это под киевом помните когда война началась специально снимали так чтобы показать этот весь ужас войны происходящей чтобы напугать людей найти друзья я туда ездил торговать в киев друзья мои знает я им фото видео высылал это я про американских друзей своих говорю высылал туда не видели там фотографии и это очень страшно потому что они были буквально на носу у киева расисты эти московиты это очень страшное ощущение я ездил когда-то паски возил ребятам туда в район фронта под мариуполь это было не помню ну после четырнадцатого года это очень страшно там находиться этот район где в мариуполе обстреляли я там был тогда с градом да загуглите когда это было во время я был после этого на следующий год это очень страшно там находиться было не смысле страшно лично а страшно ощущать то чтоб какая там энергетика страшная так вот я тоже когда под киевом был там это очень жутко видеть разгромленные когда ребят спрашиваешь на заправке они тебе говорят они тут у нас месяц жили самое сложное знаете кто не смог выехать ребята многие не готовы к этому к психологическим проблемам возраст я тоже не маленький возраст мне почти 60 поэтому не каждый ну дело еще в умении пристроиться и обосноваться где-то с людьми об этом чуть чуть позже по обосноваться договориться суметь и в общем это все друзья очень страшные вещи россиян московитов уже погибло больше 175 тысяч это то что считает наши только что нереально видят считает 175 тысяч двухсотых как минимум получается в три раза больше раненых это 600 тысяч и люди как вы видите по интернету там различным кричат всякую чепуху ура победим мы самое страшное действительно если не они где-то там побеждам они из ума сходят и готовы вздыхать непонятно зачем территории а может россияне будет смотреть этот ролик мы посмотрим а вы скажите почему путин отдал острова там китайцам вы не знаете так вы поинтересуйтесь и вы ничего не сказали что он просто так подарил два острова а мой отец когда-то там служил при коммунизме пву и не охраняли этот остров конечно не его украли у китайцев это понятное дело но сама суть того как он путин всю эту чепуху нес кричал что мы напали я друзья пройдусь вокруг леса это самое что мы напали там чтобы остановить нато что украина должна была на нас напасть господи какой кошмар чего это нам вдруг напасть то эти трусик мальчики в трусиках то всякую господи знаете в чем почему все много так перебегаю потому что россиянам столько накидывает информации и как бы в квадратик заводит этот шарик туда ту информацию крутят ним но самом деле чтобы достичь какой-то истины нужно поднять не один десяток лет истории дабы ответить реально на тот вопрос который они укорачивают вот как они манипулируют людьми они устают и у них есть все эти книжечки все не знаю через там 20 дней словно говорят человек устает от того-то ему по новое то повторяю через 30 дней следующая через полгода другое как вот слышали тому что не слышал в англии едят белок друзья может у с англии будет смотреть и кстати мне есть один знакомый хороший в англии и это самое я может быть как-нибудь прорекламирую канал потому что не помню он там дальнебойщиком тоже работал как и мои друзья но он не не другом мы просто с ним общаемся он у него была мечта чуть быстро оторвусь и он хотел купить себе бизнес по ремонту автомобилей ему друзья удалось он обыкновенный человек заработал деньги купил себе мастерские теперь будет заниматься ремонтом друзья машин так вот вся эта чепуха друзья просто кошмар на 600 тысяч представьте у них раненых из них сколько еще умерло никто же не считает мы же не ведем эту статистику хоть раз покажите на телевидении где десятки сотни самоваров лечат в больницах у московита самовар это люди которые без ног без рук так было принято давно говорить кто не знает я сколько писал комментарии на тик токи никто мне не показал ни разу где их не самовары как они лечатся есть видео там старых еще самоваров которые воевали так званых днр и длн и это наших луганско-донецк области захвачены вот друзья слушайте немножко отвлекусь от политики покажу вам вербы вернее тут это не верба правильно говорят а котики видите какая красота котики скоро шпаска друзья а верба на другая на самом деле вы знаете поэтому действительно кстати вининской области старается светить вербу вербу а у нас вот эти котики любят как я вам показал это такой небольшой кластер так вот друзья продолжим о политике к сожалению заодно красоту такую смотрите может кого-то это и да заставит послушать сколько уже уничтожены людей они сами на видео россиянцы показывают московиты сколько погибло там их них недочеловеков и они все мечтали что не будет войны у них а на самом деле их довели до войны сколько раз им говорил борис немцов помните убили такого кстати друзья я встречался с борисом немцовым в киеве лично здоровался за руку и не поверите знаете что он у меня спросил друзья правильно как пройти на майдан это была революция 2004 года тогда помаранчево да эти все революции к сожалению надо признать были организованы частично путиным кто это не знает и не думал про это я расскажу и поэтому нам пришлось все равно на них выходить потому что нас загоняли в такой тупик а для чего дабы разорвать нашу страну это не мы эти оранжевые революции всякие придумывали на меху вы навязывали но у нас не было выхода я был и на первой и на второй революции гибли люди это очень жутко друзья но вот так нас загоняли туда иначе бы тогда было бы вообще кошмар а для чего делали все таки партии рыгов регионалов и других да чтобы сделать чтобы у нас было ой то везде козлы начальники все они одинаковые сволочи и чтобы люди согласились все равно все воруют и тому подобное вот так нас потихоньку за вас загоняли в других странах посмотрите где это делалось египетом потом там успокоилась сирию такие разорвали на части друзья сирию путин без туда для чего туда влез дабы перекрыть путь среднеазиатским странам казахстану может неправильно выражаясь думаю поймете меня не рассердитесь азербайджану которая могла бы поставлять нефть и газ напрямую через эти страны там лежит удобный маршрут и что вы думаете понятно для чего он взял нужно ему было это сирия да нет нет друзья она ему не нужна так он все делает знаете кто не занимается политикой вы знаете что я партийный правда из этой партии буду уходить которая сейчас нахожусь но это неважно потому что я был находился тех условиях как говорится дабы тоже существовать нет не дни не прилепливаться кому-то так получилось это партия была за украину но люди меняется сведения меняется я говорю как есть про партию не буду говорить чтобы лишний раз не отвлекались на это потом когда-нибудь скажу вот такой от лес здесь друзья поэтому тысячи факторов а простые люди думают что так все просто для них это не просто друзья это не просто вот так вот такие тут полянки леса о чем еще сказать о том а страшно наших ребят очень много гибнет точно так же они пытаются продавить у нас еще очень много работы друзья запорожская область освобождать часть херсона крым танец луганск все еще не просто и сейчас соединение штанта собираются создавать специальный закон по я так на свой лаз скажу по сохранению черного моря от пиратства потому что россия пыталась как и наш азов сделать своим внутренним морем кто не знает кучма тогда такие не ратифицировал то есть не договорились о договоре раздела азовского моря всегда приезжали в бердянск по поводу рыбы там все решали но так и не разделили они могли подъезжать к нам на близкое расстояние бердянску а сейчас они в америке слава богу пытаются решить этот закон чтобы черное море защитить я смотрю там есть у меня люди с которыми я просто общаюсь через переписку очень тяжело дальнобойщиками сейчас это все по сути выровняли в зарплатах даже может быть и хуже стало дальнобойщиком просто многие люди любят эту работу если раньше тут я ошибусь и я помню просто друг майора козятский как-то спрашивал когда у них была в церкви там отдых дети отдыхали он спрашивал у своего знакомого всем привет мои друзья кстати кто будет смотреть возможно ну я не думаю там юра политики не будет смотреть так долго поэтому можно выключить будет звук и друзья посмотреть природу для вас так что я понимаю они не рассердятся на меня посмотрите просто красоту правда музыки не будет это не тикток подложить не смогу и говорил кстати продолжим 6000 там зарабатывал человек на автобусе бывало такое время что те которые работали тоже на хозяина до 9000 зарабатывали 10 тысяч долларов в месяц работая на хозяина это как андрей бауэр мой друг у меня так сказать из мужчин два самых надежных друга это андрей бауэр юра козярский из девушек это друзья мы кто не знает вдруг кто будет смотреть это мисс штата вашингтон до победительница это лидочка это сестра юра козярского я думаю вы найдете на ютюбе юру козярского и андрея бауэра кто не знает подпишитесь это прекрасные люди также можете подписываться дядя паша это очень хороший человек это друг моего друга андрея бауэра и думаю многие знают дядю пашу он друзья мои боже сейчас вы видите я думаю это хороший знак целый лека аист ушла эта камера это был а из друзья лека который детей приносит надеюсь он нам принесет победу а также вам тоже принесет удачу друзья как юра горит денежки во все карманы понятно он горит это не от жадности а для того чтобы люди мы могли жить и радоваться кстати мой друг юра купил трачок красивый синенький прекрасный дурчик поздравляю тебя с этим событием так вот друзья что можно еще сказать я не выкладываю видео потому что мне сейчас нет никакого настроения просто прошел год я пытаюсь немножко себя с мыслями собрать так вот что о войне многие люди я уже не раз говорил думая что не разбираются в политике не имея так говорится для себя возможности собрать до 10 20 фактов запомнить их и чтобы попробовать проанализировать я всегда говорю возьмите бумажку и напишите свой вопрос а рядом напишите свой же ответ пусть тупой глупый там он будет или на ваш рассудок что вы там решите и вы тогда поймете отвечая даже сами на на те вопросы какую глупость вы говорите имея до тех кто людях которые поддерживают войну мы поддерживаем войну в том плане украинцы чтобы я закончить у нас нет выхода если мы оставим я очень за это переживаю честно скажу если мы оставим территории не освобожденными россия не даст покоя вот что главное и нам с этим бороться друзья спасибо англии великой британии спасибо всем странам европы которые нас поддерживают путин 30 лет людей подкупал недавно видели как в австрии когда выступал наш президент зеленский как часть ушло и россияне на этом хейтере из ну конечно в украине что же таких людей много сейчас посмотрите церкви мы не можем московских попов выгнать с лавры вы скажете так туда зайдешь это православная церковь украины зайдет но она там не будет хозяиновать почему я так как бы стараться говорю странно так потому что это государственный музей и там она и должно оставаться они должны нести там службу молиться богу но никак не быть потому что это государственные символы к сожалению ну и к сожалению к счастью и они должны быть для всех потому что и человек мусульманин может зайти посмотреть святыню точно так как мы можем зайти посмотреть мусульманские святыни а вы представляете крымские татары которые за украину и зайти не очень хочется я кстати не заходил ни разу сколько там находится московская церковь ну я никого не осуждаю ни в коем случае потому что это святыня наша у меня настолько противно было чтобы видеть этих попов я думаю понимаете до ролик будет немножко странным возможно но такие мои мысли такой мой разговор друзья и что что сказать проблем у нас много спасибо государству со светом решили сейчас свет есть постоянно московиты тоже от этого с ума сходят что у нас есть свет у нас есть интернет кстати огромное спасибо тем людям которые дали мне дом и первая женщина которая нас приютила этом год почти прожил сейчас мы ушли больше двух месяцев уже но он доме живем отдельно просто огромное им спасибо за это доме есть вайфай газ мы за это там людям помогаем убираем 2 потому что не было возможности у людей следить там дом по наследству остался некогда убирать слава богу мы есть пока немножко здоровья наведем порядок будет и нам прекрасно а там цветочкой рассаживаю и людям будет какая-то тоже помощь да все бесплатно друзья конечно не надо бояться надо искать да люди разные украине есть сволочи которые драли деньги ну пока я куда скажут на на часе не то время чтобы ругать их за это пока но я бы советовал людям кто имеет какие-то причины чтобы отъехать от войны подальше сделайте это не нужно умирать нужно жить чтобы помогать потом другим кто вернется с войны найдется работа друзья здесь вот кладбище это соседнего села возвращаемся домой поэтому друзья не бойтесь переезжайте ищите да я тоже здесь искал не так просто люди в разных областях разные по складу характера надо понимать мы вот с южного региона мы похожи с одесситами не такие конечно спорить не буду но тоже шустры поскольку бердянск это маленькая одесса тот же там был у нас человек архитектор так что надо привыкать к людям и стараться понимать их не психовать не свинячить как вот из видео показывают собак держали нагадили там если хотите держать собак ну нужно было вот где-то такой траги ончик взять и шушь где можно загородочку делать поговорить с властями там держать собак это не проблема была они так вот делать я очень люблю животных кстати у меня дома осталось 7 котиков покупаться и спасибо соседу ему может но он вряд ли будет смотреть то видео ну когда-нибудь покажу покупаться и осталось 7 котиков не все к сожалению доживут многим уже там возраст большой 9 10 лет надеюсь проживут да вот им здесь у нас есть собачка хорошая которая любит мою жену и не подпускает меня к ней настолько я полюбил галкает это он не кидается просто галкает защищает я так любит сколько пьем у костей мяса не давал он ни за что не придаст молодец не собака просто чудо так вот друзья все это то что творится в один день кончится когда-то это я говорил можете там на тик токе посмотреть там я разбавляю случайно украинскую мову поделитесь что я казал посмотреть что я говорил убедиться это все из-за того что люди жадность россияне я думаю московиты вы знаете что это нация которая даже им 12 килограммовые слитки в рот ложить и это ничего не спасет сами знаете как они воровали и трусы и серебро которое у нас никому не нужно у каждого в чашках дома она валялась я кстати любил серебро и люблю они это все по бедности серебро брали да так друзья ничего это хорошего россия нам не даст немцов тогда говорил что они все уйдут с китай путин это и делает уже полностью там сдал их а сейчас ведется борьба кланов кто займет его место все это просто гибели политика такая штука если не говорить можно бесконечно говорить потому что а мне нравится когда россияне говорят что мы фашисты нацисты только не мы парады водили в кремле тридцать девятых не мы немца учили как концлагеря создавать это нам голодомор устраивали а ленинград питер вы же это знаете прекрасно это тоже специально голодомор делалось для того чтобы вытянуть золото бриллианты исторические артефакты с людей все прекрасно знают кто это делал это был такой жданов дяденька раньше мариуполь даже когда развалились и так и жданова не переназвали мариуполем осталось почему вот потому друзья и так много о ленина господи я могу бесконечно говорить эти первые законы то были про секс там о свободной жизни почему повелись и потому что была какая-то революция нет я не за ленина конечно друзья но он уже не создал если не сталин возможно это все переигралась потому что чушью жизнь не может двигаться много всего наговорил невозможно про все сказать потому что теркрятая война здесь когда идешь кажется ничего нет но здесь рядом недалеко находится не буду про это говорить в общем бабах было здесь у нас слышно а венеса вы знаете да про это я могу сказать тогда попал ракета в дом офицера это я нет не при мне именно я там был то что это недалеко венеса где погибли люди доме офицера конечно тогда немножко были люди еще не готова надо прятаться было сейчас люди слава богу уходят по убежище прячутся что еще сказать друзья бога нужно любить не быть фанатиком а быть действительно так что вы можете вот дядя пашу подписаться смотреть он иногда читает мои муви это вы все знаете друзья но я скажу так связи с тем эти события я вообще не приемлю к сожалению православие она только принесло беды поэтому я смотрю наш эпифаний правильно делает все ближе мы с католиками греко-католиками сближаемся у нас будет измененный календарь и все это надо немножко менять это все потому что все это бесовское московицкое вы посмотрите что сейчас творится а в хмельницке побили солдата сейчас будет сегодня в 6 часов собираться сбу занимается этому пашу мерседесу лебедю браслет одели домой арестовали в общем 30 лет нас оттягивали поэтому многие кто ругается на зеленского пусть подумают куда мы 30 лет шли и сколько путин вложил миллиардов долларов чтобы все это превратить в ужас точно так же с олимпийским комитетом сейчас наши сказали не будут выступать где будут выступать позорная бульбаши которая за этого таракана и путинские негодяи нужен такой спорте вообще спорт стал последнее время не спорта просто деньгами футбол и вообще перестал любить одни деньги все подставы и вы как знаете бывший спортсмен иногда смотрел бывало ну как можно играть как ватна ну что вы играл в командах различных даже попал сборную города берегянск официально был перед самым развалом да блин посмотреть так мы играли в сто раз лучше чем местами динамо киева почему да потому что нет не хочу сказать а потому что нужно где-то сыграть и это помните даже когда-то или ребро или кто про это проговорился говорил что я начал забивать а нужно было проиграть случайно такой ролик помню друзья в общем живем бог знает где война еще будет надеюсь что путин до мая сдохнет есть такая возможность но россиянцы могут припрятать вы знаете что у него около трех тройников двойников его есть которая выезжает и вместо него выступает как на стадионах мариуполе тому подобное а когда заметьте он встречается со своими так сказать вассалами или не там не поймешь что кому вассал так он за сто метров сидит как бы это так россиянцам логика московитам них нет логики у них землю сдохнем за царя а зачем ты непонятно не жить не отдыхать не умеет просто ужас друзья не знаю просто и да так разговариваю записывать для вас ладно друзья я думаю это можно много говорить бесконечно скажем одно слава украине друзи дякуем за допомогу всем краинам которые помогают нам в борьбе с этим ворогом перемога будет за нами ворог будет разбитый у нас нет ничего шляху как сдолать это все и перемогти его поэтому всем желаю хорошего дня хай вси залишаться живи царство небесно всім нашим загиблим хлопцям всім пораненим бажаю здоровья допомагайте хто як може в мене невеликі гроши але я допомагаю кожен выбираю сам кому донатити думаю ось так друзі коли наступного разу не знаю бажаю всім удачі і щоб усіх було все гаразд друзі всем большого счастья желаю всім удачі і з нами Бог друзья це саме главное береги вас всіх Господь хай береже вас всіх удачі